Всем привет! Собралась тут сеять морковку. Вот семена, которые мне присылали. Открыла вот из Германии, которая она в лентах. Представляете, я такую еще ни разу не сеяла. Сейчас буду, попробую первый раз. То есть, которую, я так понимаю, прорежать не надо, потому что она вот по семечке уже рассортирована. Сейчас вот эту ленточку оторву и буду просто в грядочки закладывать. Да кто там разорался? Гром! Быки там что-то литуют наши. Так, а вторая пачка у нас в гранулках вот таких. Сейчас посмотрим, интересно, что из этого выйдет все. Итак, что у нас тут получилось? Вчера вечером мы пересадили всех курочек, в том числе двух взрослых, вот в этот вольерчик. Всем обрезали крылья. Они у нас теперь с короткими крылышками гуляют. Все перепугались страшно. Весь вечер столпились в одну кучу в угол. Но сегодня уже как-то более активненько бегают. Так, кто раскидал яйца? Почему здесь? Почему не в гнезде? Что за война у вас здесь происходила? Так, а ты садишься, да, нестись? Или уже снеслась? Непонятно, что ты там ковыряешься? Усаживается. Нет, она что-то там пытается есть. Это вообще-то мы вам поставили нестись. Алло! Ладно, сейчас соберу яйца. Ну, в общем, вот таких два гнезда. И просто две жердочки. И вот они вчера. Значит, сначала полдня вот в этом углу стояли. Все в кучу сбились. Ой, полдня, говорю, вечера. Вот. Потом на ночь залезли на эти гнезда всей толпой. И здесь в этих гнездах ночевали. Не на жердочках. Не знаю, в общем, как они тут разберутся, не разберутся. Но что-то вот первые яйца на полу лежат. Что, жарко? Сейчас налью водички вам. Выпили все уже. Да, Ромашка, у вас теперь здесь телевизор свой есть. Целое представление. Вот телятки у нас в этом загоне. Ну, они сейчас с другой стороны в тенечек ушли все. Значит, что с петухами? У нас же два их. Один белый, да, старенький. Один вот этот молодой. В общем, дерутся они. Белого петуха мы сейчас закрыли. В итоге изъяли. В эту клетку, где сидели молодые куры. Он у нас в изоляторе, в общем, один. И оставили вот этого молоденького петушка. Он с ними, со всеми гуляет. Короче, мир их не берет. Как мы и думали, что будет здесь война между петухами. Наверное, придется все-таки убирать одного. Ну, белого, скорее всего, вот, которого мы в клетку убрали. Лорд, сходит с ума. Как только мы переселили сюда курей, это вообще... Боже мой, звуки природы. Не знаю, что вам не нравится. Может быть, пониже сделать. Да нет, вроде нормально, гнезда. Что на полу так донеслись? Вон вдалеке две старые вот эти курочки. Ну, они, естественно, пока еще не особо-то влились в эту толпу. Не хотят. Они вон бегают, пытаются весь день найти, где бы им выйти. Вот, между заборами уже в каждую дырку голову запихали, но не пролазят. Им надо на свободу. А эти, наоборот, счастливы. Из-за точения вышли. Ну что, сидишь теперь один оденешенек? Зачем дерешься? А, тебя в детстве били? Теперь ты отрываешься на маленькие. Теперь ты тот герой, да? Самый главный. Вот этого молодого петушка. Бьется, прям кидается на него. Ну, наверное, придется нам тебя убирать. Куда тебя девать. Чего? Мы пришли покушать. Надоело там лежать, да? Все, теперь у вас место забрали. Теперь сильно не разбежишься. Да в такую жару бегать-то неохота, да? У нас яблоня цветет. Красотища. Надо будет потом, цвет опадет, обработать ее. Чтоб не ели всякие жучки, паучки. А нет, вы посмотрите, все-таки снесли они в этом гнезде. Ну, еще одно я сейчас внизу опять на полу нашла. Буквально пару часов прошло. Ну, и здесь же много. Возможно, просто занято было. Вот. И они еще не понимают, где и как им нестись. Ну, ничего. Привыкнут. На всякий случай настелила еще внизу им в углу, там, где вот снеслись. Пусть будет типа третье гнездо. Им же надо, чтобы было укромно, как-то темно, а не прячутся. Вот. Это я уже переложила здесь. В другом гнезде было. Ох, деловые какие. Ну, деловые. Ну, прям настоящие куры. Все уже. Взрослые. Какого-то там ногами грибу. Что такое? Ешьте, ешьте. Все. Вот эта черненькая курица, которой мамка их, она ужасно недовольна. Второй день она бегает, ищет этого белого петуха. К ним не подходит, с ними не ест, не пьет сама по себе. В общем, у нее стресс. Не нравятся они ей. Все, все углы оббегала. О, подошла. Голод-то не тетка, да? Вот. Ну, не знаю, вольется она в коллектив или нет. В этот. А которая вторая курочка, она помоложе, которая тоже прибилась. Она уже все, она с ними тусуется. Тупой. Поняла, что ее никто не обижает. Вот. Ну, черная, конечно, естественно, она привыкла уже, сколько времени она с тем петухом гуляла. Все, ей уже не нравятся такие изменения. После вечерней дойки мы решили съездить, проверить мотоблок с косилкой уже в полевых условиях. Так сказать, вот Сережа его по доскам загнал туда. Вот. Прицеп нам цеплять лень. Долго это все. Так, выскочим здесь рядышком. Буквально на полчасика. И назад. Ну что, сейчас попробуем. Посшибаем старюку. А вот поле заросшее. Очки только Сережа забыл. Лицо летит. Лицо летит. Нет, ну я бы сказала, что очень неплохо, потому что буквально прошло, я не знаю, две минуты. И такую площадь за две минуты триммером просто нереально. А, Сережа на вторую скорость переключился. Хочешь побыстрее, сейчас побежишь за ним. Чего, не получается на второй? Не слышно. Что-то говорит, не получилось на второй. Слишком быстро. Ну, конечно, триммером тут махать и махать надо было бы, чтобы скосить. Вот тут мотоблоком буквально за две минуты. Что уж говорить, разница просто огромная. Огромная. Надо теперь это... Там грабли еще не до конца собранные у нас так и стоят. Собирать грабли и приехать сюда также граблями, посмотреть, как оно сгребется. Ну, сейчас травы-то толком нету. Здесь вот этот сушняк накосил. Но все равно на нем потренироваться можно. А что, на второй не получается, да? Сережа говорит, на второй скорости это только с адаптером сидя можно. Потому что очень быстро, ну, за ним бежать нереально. Это когда адаптер прицепишь с сидушкой, тогда можно проверить, как на второй скорости гусить. Ну, вот, ребята, смотрите, меньше пяти минут. Какая площадь уже скушена. Я просто вспоминаю прошлое лето, как Сережа косил триммером. И, ну, это реально очень много времени. Очень. Да еще и плечо-то постоянно болит. Им же махать надо. А тут он просто с ним гуляет. Конечно. Не знаю. Мы очень довольны. Помощник такой. Хоть и многие нам говорят, что мотоблок это вообще ни о чем. Игрушка. Ну, не знаю, ребята. По сравнению с триммером, это вообще нифига не игрушка. Ага, на кочку наехал. Ну, все. Проверили, все нормально. Нас устраивает, все работает. Сережа тоже ходит, говорит. Ну, сейчас вот сказал, что в прошлом году он такую территорию сколько, ну, за час, наверное, скашал. Примером приедем, ну, такой, это, кроме, чан, чан. Литра, и что, литра восемь бензина. Считать, два литра. Да. А сейчас пять минут. Не напрягаясь просто. Ну. Вообще. Круто. Да. Отлично. А вот и досточки пригодились. Ай-яй-яй. Надо было объехать тут болотца немножко. Короче, мы сели. Беда бедовая. Беда бедовая. Поперлись на ночь, глядя. Все как всегда. Не сидится нам дома. Все, копать придется. Короче, ребят, сели крепко. Хорошо, домкрат есть. Сейчас попробуем поднять и доски прямо под колеса наложить. Не заезжает он на них. Так. Ну что, еще одна попытка, но, по-моему, ничего это не даст. Давай, давай. Получается. Раскачай. Давай, давай, давай. Цепляет. Просто не едет. Так. Нам удалось перед вытащить кое-как. Я сидела за рулем. Сележа сзади толкал, потому что, ну, досками... В общем, тряпки подкладывали еще на доски. И он, передние колеса кое-как цеплялись. Ух. Я за рулем, у меня руки трясутся, а у меня что-то рьет. Тормоз, газ, сцепление. Теперь, короче, жопа осталась. Сележа пошел, показал мне, где останавливаться. Все, я сейчас снова сажусь за руль. И он будет толкать. Будем пробовать вот задние колеса вытаскивать тоже. Я еще поперлась, как умная, вон, в тоненькой совсем футболочке. Сележа там сейчас откапывает дальше колеса. Ой, у меня руки трясутся. Даже больше, наверное, больше не от холода, а от адреналина. А что, время? Почти девять вечера. Сейчас уже скоро стемнеет. Мы тут сидим по уши в грязи. Все, ребята, мы это сделали. Не пришлось никого звать на помощь. Все, Сережа, пойду помогать ему собирать все эти вещи. О, вот это приключение, на ночь глядя. Хоть смейся, хоть плачь, реально. И смешно, и грустно. В общем, когда машина тронулась, все, ну, и поехала я. Сережа мне сзади рьет. Езжай на дороге, не останавливайся, только не останавливайся. Все, я доехала, остановилась, и только потом поняла, что я с перепугу даже забыла снять ручник. Я выехала отсюда на ручнике, на ручном тормозе. Вот это красота. Вот это мы чистые. У вас или не у вас. У меня руки трясутся, я не могу даже телефон остановить. Все. Поехали домой быстрее. В общем, ребят, мотоблок косит. Все нормально. Мы довольны, все в порядке. Вот, это самое главное. Поехали домой. Пасмурно сегодня совсем. Обещали дождь с обеда, но что-то не видать. Тучки ходят по небу. Затянуло, но пока дождем даже не пахнет. Сережа продолжает собирать разные запчасти к мотоблоку. В общем, присандалил вот эту штуку. Это дополнительная часть к адаптеру. То есть ее можно ставить, можно не ставить. А когда ее ставишь, колеса, вот видите, ну как типа расширители. Вот, как широко стоят. Это удобнее. Ну и плюс она еще отвечает за то. Вот она крепится к колесам. Чтобы вот так вот делать, видите. Вот, поднимать типа косилку. Ну, если там какие-то термитники, кочки или еще что-то. Равинники. Вот, объезжать это все дело. Ну и плюс, конечно, гораздо устойчивее. Потому что он какие, как широко будут стоять колеса. Вот тоже она крепится здесь к адаптеру. А, это грабли он прицепил. Вот они недособранные еще так стоят. А, вот недособранные. Ты будешь грабли собирать? Нет. Нет еще? Хоча, на гайку, шляпу давай! Конь. Одной рукой косил, другой собирал. Ну что ты, грядь, третьей руки не хватаешь. А сразу пуза ухладывается. Да. Ну прикольно, слушай, да, широко стоит прям. Вообще. Там он. А, куча каких-то лишних запчастей. Ну как, не лишних, но они никакой функции вообще не несут. Железо так. Надо. Вот это вообще убрать, да. Нет, она нужна, если его без этой. Без косилки? Без косилки, если ехать, он у тебя будет вот так падать вниз. А-а-а. А, понятно. О-о-о! Слово, а кочку объехал, и да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Детский сад. Какой детский сад? Нифига себе, техника? У меня на грядке первые всходы. Самым первым, как ни странно, выскочил листовой салат. Вот он, целый рядок. Вот так дружненько. Так, тут пока вроде ничего не видать. Следующая редиска. Рядочек. Сходит помаленьку. У меня чуть инфаркт не случился. Тише. Нифига тебя вырубило. Ты дышишь? Дышишь. Вон ушами шевелит. Разморила. Детенка. Все-таки собираешь грабли. Спицы. Всякие. А когда я говорю, что не буду? Ты мне сказал, что не будешь сегодня. Не знаю. Или я тебя неправильно поняла. Боже мой. Это каждую надо присандалить сюда. Никакой инструкции нет. Как всегда, да? Бумажка. С гарантией. Куча всяких шпунтиков. Винтиков. Как хочешь, так собирай. Как понравится. Ну вот, все вместе собрались. Пить охота, да? Эти-то меня не боятся. Привыкли ко мне. Молоденькие. Ну куда? Все, бегом-бегом. Бежали. А, Сережа подошел. Дождевике. Че, дочь-то так все-таки и пошел? А, она маленькая. Немножко, на. Прикольный, да, кур? Прикольный? Клевый. Мне кажется. Идите-идите все. Пить. Ромашка наша. Все. Порвала себе ухо. Скинула бирку. Хорошо я ее нашла. Рядышком лежала. Практически при мне она это сделала. Об этот... Об угол вон. Деревянный. Или как зацепилась, короче. Да, Ромаха? Не понравилась Сережка? Все. Сорваны мухом теперь. Где? Ну-ка, покажи. Там мухи не налетели к тебе. Вроде нет. Все нормально. На этом на сегодня все. Лопай-лопай. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok